Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами про интересные инвестиции в акции. Сама тема будет затрагивать в большей степени американские акции, хотя идея одинаково подходит для акций практически любых стран. Итак, значит то, что я хочу вам рассказать, позволит вам, я надеюсь, заглянуть немножечко дальше за обычные традиционные суждения о том, что, условно говоря, там, глядя на хорошие финансовые отчеты, Тесла ее стоит покупать, или если они плохие, там, у Нетфликса то продавать, если еще что-то такое, то есть как бы то, что лежит на поверхности. Мы будем говорить немножечко про другое, про то, как заглянуть за горизонт того, что все видят. Итак, я хотел вам привести ряд определенных примеров. В первую очередь, что можно отнести к инвестициям, скажем так, это, понятное дело, будут покупки акций в долгосрок, то есть если мы говорим про инвестиции, это не спекуляция, это не то, что вы купили, через пять минут продали, и даже продали ни через день, ни через неделю. То есть инвестиции, это вы купили и держите этот актив, ну, довольно-таки долгое время. Некоторые держат годами, десятилетиями, как Уоррен Баффетт, кто-то делает пенсионный портфель по такому же принципу. Ну, главное, что это купили, исходя из определенного фундаментала, и держите данный актив. Итак, значит, что мы постараемся увидеть за отчетами, в чем интересность будет. Одна из свежих новостей, которые я, например, читал и видел на таком авторитетном издании, на сайте авторитетного издания, как Financial Times, это про то, что наблюдается глобальное, скажем так, повышение спроса, и, следовательно, стоимость, например, оптоволоконных кабелей для цифровой промышленности. А вы понимаете, что, скажем так, интернет и современные информационные технологии плотно связаны с оптоволокном и так далее, сети 5G и все остальное. Есть хорошая статья по этому поводу на Financial Times, вы можете тут посмотреть, почитать и все такое. Здесь показаны графики, как растет стоимость оптоволоконного кабеля и так далее. Зачем нам это надо? А затем, что мы можем подумать, почитать и посмотреть, кто производит оптоволоконные кабели, какие компании занимаются такой сферой бизнеса и чьи акции представлены на бирже. И, может быть, мы подумаем тогда, чтобы купить и держать такие акции какое-то время, предполагая рост их стоимости. Я напомню, что одним из неплохих ресурсов является, например, Finviz. Вы наверняка его знаете, если торгуете американские акции, то здесь большое количество. И, например, через скринер, сейчас сделаю чуть крупнее, вы можете здесь видеть по большому количеству критериев, отбирать среди 8500 инструментов именно те, которые вам нужны. И если мы говорили, как один из примеров про оптоволокно и информационные технологии, то я вам крайне рекомендую свои инвестиции, например, направлять в сторону вот индустрии. То есть, помимо основных критериев, которые вы здесь можете выбрать, посмотрите вот сюда. Здесь довольно-таки много направлений, которые вы как раз можете использовать для фильтрации всех инструментов. То есть, грубо говоря, электрическое оборудование и запчасти, например, и золото или игры азартные и так далее. То есть, если вы, например, видите информационные технологии и сервисы, раз у вас 74 инструмента, то есть вы можете, таким образом, прочитав определенную интересную новость, поняв ее, то есть для этого нужно обладать определенными, скажем так, знаниями в этой сфере. Вы берете, например, на финвизе, заходите, фильтруете, ну а дальше, ну возьму первую попавшуюся, скажем так вот просто, как пример, дальше вы начинаете читать вот эти параметры, что там про капитализацию, что там про них, про доходы, сколько вот сотрудников. Видите, как я классно, так первая попавшаяся компания в Ирландии, 624 тысячи сотрудников. Ну, несмотря на это, дела у них, видите, за этот год как-то не очень вообще. И, кстати, успехи за этот год, он минус 9%, ну вот год к году он там 30, минус 30%, ну то есть не очень как бы, за полгода падение 13%, то есть как бы для инвестиций акция не очень. Но идея в том, что, почитайте, вот эти параметры, то есть инвестиции предполагают определенный фундаментал, то есть вам нужно немножко разбираться в этом деле, и тогда ваши инвестиции будут вполне даже осознанные. Например, другой еще вариант, это когда вы слышали новость там про нефть, связанную с ней там повышение цены или понижение, не принципиально сейчас. Вы, конечно, легко и просто найдете акции нефтяных компаний типа ExxonMobil и так далее. Но в то же время вы можете обратиться опять же сюда в индустрии и найти здесь, сейчас я найду вместе с вами, oil and gas. Вот, например, есть oil and gas drilling и equipment и так далее. То есть, грубо говоря, вот кто дырки в земле делает, да, то есть oil and gas, то есть буровые и все остальное. То есть, если, например, условно говоря, найдут определенное месторождение, я учитал не так давно на Кипре, там недавно собираются там что-то добывать, то есть вы можете не обязательно инвестировать только в ExxonMobil или там Chevron или British Petroleum, но еще посмотреть, кто их будет обеспечивать, кто будет разведку делать в плане месторождения, кто будет вот дырки в земле делать, вот и так далее. То есть вам нужно немножечко дальше посмотреть. Очень хороший пример был вот как раз по акции, связанной с биомедициной, сейчас я вот здесь ее найду, вот Biotechnology. Я находил одну интересную компанию, не буду ее вам тут рекламировать, как бы, но она не так давно вышла после IPO. Кстати, вот здесь хороший пример IPO. Вы можете взять там за последний квартал. Вот у вас всего лишь три компании. То посмотреть и выбрать и почитать следующее. Они, например, выпускают лекарства по борьбе с онкологией, то есть с раком и так далее. Ну тут не только Biotechnology, там можно вот так даже взять, stocks only. Вот 35 компаний, которые имеют IPO за последний квартал, вышли после IPO. И вы можете посмотреть, кто вот тут финансовый сектор, медицина и так далее, и так далее. То есть свежие компании и посмотреть, почитать про них. То есть я в этом видео призываю вас постараться выйти за пределы традиционного анализа акций, где просто вы слышите о том, что там у Netflix плохие отчеты, и поэтому вы его покупать не будете. Постарайтесь подумать дальше. То есть, условно говоря, если тот же Netflix, например, у него падают показатели, то что будет у конкурентов? Тот же Disney с его Disney+, например, тот же Apple+, и так далее. То есть если, например, растет цена на золото, то посмотреть, что происходит с золотодобывающими компаниями. Если вот очередной виток коронавируса и всяких этих болезней, то кто, например, на этом деле выиграет? То есть исследовательские компании. Вот, кстати, Botch & Lomb Corporation – это инструменты и все остальное. То есть тоже вы можете посмотреть. То есть вы всегда думайте о том, кому это выгодно. То есть не в лоб анализируйте ситуацию и просто покупайте, хотя это тоже возможно, и это самый простой способ. Но также постарайтесь проанализировать ситуацию дальше. То есть есть спрос, например, вот как здесь, на оптоволокно начинает расти, ага, кто его делает, кто поставляет, сырье и так далее, производители оптоволокна, вот, и так далее. То есть вот эти тут пишут, что Амазон, Гугл, Майкрософт, Фейсбук и так далее. Понятное дело, они потребляют оптоволокно в огромных количествах, но кто-то же его делает, какие-то заводы, как оказалось с чипами, да, с чипами сейчас и для автомобилей, и для всего остального. Их же кто-то делает. Вот, поэтому постарайтесь выйти за пределы явных статей и анализируйте, либо это, например, Finviz будет, либо Marketscreener.com. Есть большое количество подобных ресурсов. В некоторых программах у брокеров есть возможность как раз делать свои скринеры. Ну, а потом, когда вы это все проанализировали, я, конечно, вам рекомендую торговать, конечно же, в компании Gerchik & Co. И в Gerchik Stoxx там очень хорошие условия, и все вот те акции, которые вы здесь найдете, даже те, которые после IPO, сейчас вот тут, то есть даже которые вот после IPO вы там найдете, все там же они будут. То есть в Gerchik Stoxx более 8000 акций присутствуют и со всеми вытекающими последствиями. Довольно-таки удобная торговая платформа. Можно торговать, стопы и теки ставить. Все сделано неплохо и значительно, значительно на порядок меньше количество денег, которое вам нужно иметь на счете, чтобы торговать, в отличие от того же Interactive Brokers. Поэтому обратите на это внимание. И торгуйте, на мой взгляд, в лучшей компании на пределах интернета. Это компания Gerchik & Co. Где акции, где криптовалюта есть, где Forex, где CFD и так далее. И расширяйте свой взгляд на вещи с акциями. И тогда ваши инвестиции будут и интересные, и, конечно же, прибыльные. Спасибо за внимание. До новых встреч. Торгуйте и зарабатывайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова